Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В областной столице прошла благотворительная лыжная гонка. Привести в порядок к летнему сезону городские улицы, автомобильные дороги, парки и скверы областного центра. 1 апреля в Самаре стартует ежегодный месячник по благоустройству. План работы уже утвержден. Создан штаб по контролю за его выполнением, заседание которого будет проходить еженедельно в Департаменте городского хозяйства и экологии. На совещании в мэрии глава города Елена Лапушкина рекомендовала привлечь к работам организации всех форм собственности, а также студентов и сотрудников крупных предприятий. Каким маршрутам в столице региона уделят особое внимание, расскажет Ольга Павлова. Сделать город чище, светлее и уютнее перед летним туристическим сезоном необходимо совместными усилиями. В этом году в столице региона пройдут 4 средника и 4 субботника. Работы будут выполняться, исходя из погодных условий, согласно календарному плану. За месяц нужно привести в порядок объекты уличной дорожной сети, парки, скверы, автомобильные дороги, дворы и внутриквартальные проезды. Запланированы работы по сбору зимних накоплений, ручному подбору мусора, ремонт, покраска ограждений, мойка покрытия, покраска бортового камня, ремонт, покраска урн, покраска деревьев. В весенние уборки примут участие управляющие компании ТСЖ, ЖСК и муниципальные учреждения, предприятия, учреждения социальной сферы, а также строительные организации и объекты потребительского рынка. Средники пройдут 5, 12, 19 и 26 апреля. Субботники запланированы на 8, 15, 22 и 29 апреля. 22-го жителей ждет большой общегородской субботник, в котором могут принять участие все жители Самары. На еженедельном совещании в мэрии перед главой города Еленой Лапушкиной отчитались главы внутригородских районов по готовности к предстоящему месячнику по благоустройству. Фронт работы определен, подготовлен необходимый инвентарь. Его будут выдавать желающим привести город в порядок. С 1 апреля у нас открывается горячая линия по телефону администрации 995-89-35. Соответственно, мы провели полное закрепление сотрудников администрации МБУ по территории по карте электронной. То есть каждый сотрудник отвечает за свою территорию с набором работ. Городские улицы, автомобильные дороги, парки и сквер областного центра будут приводить в порядок ежедневно с 1 по 30 апреля. По мере схода снежного покрова, а в Самаре его уже немного, начнут подметать улицы, мыть дороги и тротуары. Затем проведут работы по ямочному ремонту горячим асфальтобетоном, покраске элементов благоустройства дорог, ограждений, стоек, дорожных знаков, светофоров, рекламных конструкций и фасадов. Глава города Елена Лапушкина рекомендовала привлечь к работам организации всех форм собственности. Надо бы проработать нам с ректорами учебных заведений по привлечению студентов тоже на уборку территории. Это и наша с вами зона ответственности, зона ответственности внутри городских районов, поэтому максимально задействуйте, максимально оповещайте. В период проведения месячника в скверах и парках Самары задействуют 166 сотрудников и 38 единиц техники предприятия спецремстройзеленхоз. Работы по уборке территории города будут обеспечиваться силами муниципальных бюджетных учреждений с привлечением подрядных организаций для вывоза мусора. План работ в рамках проведения месячника по благоустройству полностью утвержден 2 марта. В городе создан штаб по контролю за его выполнением, заседание которого будет проходить еженедельно во вторник в Департаменте городского хозяйства и экологии. Ольга Павлова, Константин Головин, События. В Самаре продолжаются работы по аварийно-ямочному ремонту. В этом сезоне планируется отремонтировать не менее 9,5 тысяч квадратных метров асфальтового полотна. Напомним, профильные предприятия и организации ликвидируют дефекты на уличной дорожной сети с 16 февраля. Работают бригады по всему городу. Задействуют четыре специальные установки, которые функционируют по принципу термосбункеров. В них перемешивается заводская смесь, которую доставляют к участкам. Поддерживается необходимая температура этой смеси. На сегодняшний день уже около 7,5 тысяч квадратных метров дорожного покрытия восстановлено. Дорожники заделывают ямы и восстанавливают полотно литым асфальтобетоном. Укладывать его можно даже при отрицательных температурах и относительной влажности, но не в период интенсивных снегопадов и дождей. Во времени погоды работы временно останавливаются и возобновляются с улучшением условий. Основной проблемой появилась в том, что дефекты заполнены водой. При этом приходится непосредственно при работе установок, кроме того, чтобы продувать установку, предварительно производить откачку воды с участка для того, чтобы литой асфальт нормально лег на готовую карту. Работы по аварийно-ямочному ремонту позволяют оперативно решить проблемы на дорогах, возникшие за зиму. При температурных качелях ночью подмерзает, а днем снег тает, образуя лужи. Именно такие условия провоцируют увеличение количества дорожных дефектов. Полотно ремонтируется пока локально. Площадь до 5 квадратных метров. В понедельник утром ремонтные работы проходили по улице Александра Матросова, на участке от Нагорной до Красных Коммунаров и на других отрезках дорог местного назначения. Полноценное масштабное обновление асфальтового полотна стартует с началом дорожно-строительного сезона. Когда сойдет снег, установится постоянная положительная среднесуточная температура воздуха плюс 10 градусов. Если участок дороги включен в перечень дальнейшего ремонта большими картами, например, в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В межсезонье этот объект не оставляют без внимания. Проводят поддерживающий аварийный ямочный ремонт. Например, такие работы предусмотрены на улице Алма-Атинской, где с наступлением подходящих погодных условий продолжится и обновление по всей ширине проезжей части. Специалисты метростроя продолжают монтировать тоннелепроходческий комплекс на дне стартового котлована на Галактионовской. Комплекс пробурит тоннель от исторической части города в сторону станции метро «Алабинская». Его величина впечатляет. Протяженность сооружения составляет 88 метров. Здесь располагается все, что нужно для успешной проходки и прокладки тоннеля. В переднюю, головную часть конструкции навесят ротор. Подобие сверла для дрели. Проходит почву как по маслу. Под давлением лезвия ротора вытесняют грунт, который вывезут вагонетки при помощи небольших локомотивов. Дизельные локомотивы уже на дне котлована. Разработанная порода, уходя по конвейеру на ленточный транспортер и попадая в вагонетки, в дальнейшем башенным краном будет подниматься на поверхность в грунтоприемник. А оттуда будут вывозить самосвалами на полигон. Сборку комплекса планируют закончить к 15 апреля. Старт на разработку грунта будет дан после необходимых проверок, испытаний тестовой проходки в 50 метров, а также после регистрации объекта в Ростехнадзоре. Начальную точку обозначили кольцо диаметром 6 метров. В него и врежется щит. Как отметили специалисты, грунт в зоне метростроя и дальше достаточно податлив, поэтому комплекс может выйти на проектную скорость 200-250 метров в месяц. И хотя установка может разгоняться до 500 метров, нужно учесть особенности при подходе к зонам влияния каждого из строений, находящихся на трассе проходки. Особенно это касается объектов культурного наследия. К доставке и установке тоннеля проходческого комплекса готовят и площадку на пересечении улиц Полевой и Новосадовой. Здесь специалисты заняты разработкой стартового котлована. Процесс такой же, как и в зоне строительства метро на Галактионовской. Как только закончат с котлованом, начнется обустройство площадки для размещения комплекса. Театральная свяжет удаленные районы с историческим центром Самары. После ввода станции в эксплуатацию, в связи с прогнозируемым увеличением пассажиропотока, в подземке минимум на 15% планируется уменьшить интервалы движения поездов до 7-8 минут и увеличить количество составов на линии. Муниципальное предприятие «Самарский метрополитен» готовит свои ресурсы. Так, в этом году продолжится капремонт вагонов. Отметим, что к текущему году парк обновили уже более чем наполовину. Кроме того, запланировали дополнительный набор и обучение машинистов. Плюс еще одна станция, это, конечно же, огромный показатель в развитии инфраструктуры городского округа Самара. Жители удаленных территорий, таких как Безымянка, будут очень быстро и беспрепятственно добираться до центра города. Крымская весна пришла в Самару. Акция с таким названием прошла в городе в годовщину присоединения Крыма и Севастополя к России. На площади Славы состоялся митинг-концерт, работали выставки. Все желающие могли написать письмо солдатам в зону спецоперации и принять участие в мастер-классе по плетению маскировочных сетей. На праздники побывала и наша съемочная группа. Жители и гости Самары собрались на площади Слава в рамках акции «Крымская весна». Ее посвятили девятилетию вхождения Крыма и Севастополя в состав России. К участникам акции обратился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он напомнил собравшимся о событиях, которые происходили в стране 18 марта 2014 года. Мы обеспечили возможность нашим соотечественникам, нашим братьям в Крыму проявить свою волю, провести референдум. И они приняли решение. Они вернулись в родную гавань, в Россию. И мы сегодня вместе, вместе с Крымом, вместе, вместе с Севастополем. На экранах мультимедийного комплекса на склоне работала цифровая выставка. В ее основе тематические постеры, рассказывающие о достопримечательностях и ключевых объектах, которые появились на полуострове и в Севастополе с 2014 года. Действовали тематические выставки. На одной из них гостям фестиваля представили образцы российского вооружения. Каждый желающий мог сфотографироваться с ними и даже разобрать и собрать знаменитый автомат Калашникова. Рассказывали гостям и об артефактах ушедших времен. Самарский поисковый отряд «Сокол» показал экспозицию предметов, найденных в Смоленской, Тверской и Ленинградской областях после Второй мировой войны. В нашей экспозиции на площади Слава представлены личные вещи бойцов немецких и, естественно, советских. Также представлены у нас образцы вооружений. Во время фестиваля участники также могли написать письма бойцам на передовой. Весточки передадут представители одного из благотворительных фондов Самары. Написала небольшое послание, пожелала здоровья, выдержки, ну и выросла слова благодарности. От всей души я желала им скорейшего возвращения домой и чтобы у них в дальнейшем была любовь. Я написала, что это большая гордость находиться там, что этого солдата ждут, чтобы он помнил, что за ним тысяча жизней. Объединил самарцев и мастер-класс по плетению маскировочных сетей. Всем желающим помогали волонтеры. Готовые изделия отправят самарским бойцам в зону спецоперации. Чтобы наши бойцы почувствовали, что мы рядом, Самара надежный тыл, и мы их никогда не бросим и всегда будем поддерживать. Сюда пришли мы для того, чтобы своими руками вложить что-то в это общее мероприятие и принести пользу. Заключительной частью фестиваля стал праздничный концерт. Самарские артисты исполняли известные хиты и полюбившиеся современные песни. И не важно, какая погода, дружба одна на всех, дружба одна на всех. Михаил Ермойенко, Константин Головин. События. Концерт, посвященный девятилетию присоединения Крыма к России, устроили в Самарском колледже сервисных технологий и дизайна. Учащиеся колледжа стали одним из первых, кто откликнулся на призыв о помощи. В подшефном Сакском районе они курируют инклюзивный пляж, на котором помогают людям с ограниченными возможностями здоровья. Какие произведения прозвучали на концерте – в нашем сюжете. В 2014 году, когда Крым присоединился к России, учащиеся колледжи сервисных технологий и дизайна, одними из первых отправились на полуостров, чтобы помочь крымчанам. Они оказывали парикмахерские услуги женщинам и детям, подстригали газоны, берили бордюры, убирали пляжи и помогали отдыхать на них людям с ограниченными возможностями здоровья. Среди них была и учащаяся колледжа Юлия Данилова. Конечно, ездил, мы помогали людям с ограниченной возможностью, также отдыхали, набирались опыту, как вообще помогать людям. Радостно, потому что мы помогали людям, и все очень нас ждали, все были нам благодарны. Тема «Крымской весны» проходит через наше сердце. Мы очень любим Крым, у нас очень много там друзей, знакомых, подшефных. Мы уже последние шесть лет даже подслушанно в Саксском районе пишут, а наши приедут, наши – это значит волонтеры из Самары. Любя нас там называют цыплята, потому что наша форма желтая, яркая, солнечная. В честь девятилетия со дня присоединения Крыма к России в стенах учебного заведения прошел концерт. В исполнении Самарского духового муниципального оркестра прозвучали песни «С чего начинается Родина» и «Севастопольский вальс», который называют неофициальным гимном Крыма «Синяя вечность». Наш оркестр для сегодняшнего концерта, для сегодняшнего мероприятия, посвященный Крымской весне, присоединению полуострова и города Севастополя к России, и подготовил программу тематическую, где прозвучат и «Севастопольский вальс» знаменитый, и песня Вано Мурадели «Легендарный Севастополь». И вообще вся программа так или иначе будет связана с Крымом, с природой Крыма, с кинофильмами, которые снимались в Крыму. Программа подготовлена очень серьезно. Впервые в исполнении оркестра прозвучала песня «Вечер на рейде». В новой аранжировке ее исполнил студент Академии культуры Александр Слесарев. Виктория Шарая, Игорь Казановский. События. В расписании аэропорта Курумыч появились новые рейсы. Количество полетов увеличилось на направлении Самара-Баку. К полетам приступили азербайджанские авиалинии. Рейсы выполняются дважды в неделю, по средам и субботам. Время в пути составляет 2 часа 20 минут, говорится в сообщении Самарского аэропорта. Как отмечают туроператоры, интерес самарцев растет к путешествиям как в Азербайджан, так и в Армению. В столице обеих стран есть прямые рейсы из Самары. Однако в этом году отдых там обойдется дороже, чем в прошлом весенне-летнем сезоне. В Баку и Ереван всегда как бы ждут. Цена выше, где-то это примерно 70-80 тысяч за двоих на 5-7 дней. Но, тем не менее, такая возможность есть. Без пересадок, прямым рейсом улететь, это тоже очень удобно, очень комфортно. В Самарской области подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Должник». Его провели полицейские с 6 по 15 марта совместно с территориальными подразделениями ГУ ФССП России по Самарской области. В ходе рейдов проверяли места проживания и работы должников, чтобы привлечь их к ответственности за неуплату административных штрафов или наложить арест на имущество. Проведено 593 рейда по розыску лиц, уклоняющихся от добровольной оплаты штрафов, наложенных по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях. Принудительно взыскано более 540 тысяч рублей, а также пресечено 280 нарушений. Судьи назначили административные наказания в виде штрафов в двойном размере, а также аресты на срок до 15 суток. Проживаете по какому адресу? Я даже не знаю. Сотрудники полиции напоминают, штраф подлежит уплате не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу либо со дня стечения срока отсрочки. В случае неуплаты предусмотрено наложение штрафа в двукратном размере либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательной работы на срок до 50 часов. В Самаре прошел конкурс народного танца «Традиция». Он организуется в областном центре в рамках городской программы межнационального общения «Самарская горница». В этом году в конкурсе приняли участие более полутора тысяч детей и подростков. Подробности в нашем репортаже. Танцы задорные, танцы медленные. Каждый из них отражает культуру разных народов. В областном центре прошел конкурс народного танца «Традиция». Основная идея, чтобы дети знали, что красивая культура, она и самобытная, в то же время есть что-то общее, и поэтому надо дружить и видеть друг друга. На сцене концертного зала в Самарском центре внешкольной работы «Поиск» выступали и совсем маленькие артисты, и танцоры постарше. Дети и подростки привезли на конкурс «Танцы народов», представители которых живут на территории региона. В культуре каждого народа присущи индивидуальные движения, которые используются в танцах, и тем более индивидуальная музыка. Конечно, мы все можем отличить русский от Белоруссии, от Кавказа, от Башкирии, от Татарии. У каждого есть свое, у каждой национальности. Танцевальный конкурс «Традиция» прошел в областном центре уже в 12-й раз. Организуется он в рамках городской программы межнационального общения детей и подростков «Самарская горница». Программа реализуется на базе нашего учреждения уже почти четверть века, 24 года. Такие мероприятия дают возможность пообщаться, обменяться опытом и обменяться своей уникальной культурой, традициями, в данном случае танцевальной культурой. В этом году конкурс объединил более полутора тысяч участников самых разных возрастов. Это воспитанники национальных воскресных школ, учащиеся танцевальных коллективов и обычных учебных заведений «Самары». Партнером конкурса выступает общественная организация «Русско-белорусское братство-2000». Несмотря на соревновательный характер, конкурс повышает интерес к культуре разных народов и укрепляет дружбу между людьми разных национальностей. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. Костюмированный забег на лыжах, эксклюзивные медали и возможность сделать доброе дело вместе. В областной столице прошла благотворительная лыжная гонка. На соревнованиях побывала Светлана Кудрявцева и готова рассказать, ради чего самарцы встали на лыжи. Праздник спорта и добрых дел. Более 120 спортсменов решили принять участие в благотворительной гонке «Добрая лыжня». Соревнования состоялись на лыжной базе «Чайка». Для разной возрастной категории и своей дистанции отдельно прошел костюмированный забег. Дистанция у нас сегодня от 500 метров до 5 километров. Костюмы, детский забег, самые маленькие дети бегут 500 метров. Юноши, девушки километр, а взрослые уже женщины 2,5, мужчины 5 километров. Стартовые взносы участников гонки направят на приобретение модульного протеза голени для жителя Самары Дмитрия Изадерова. Он из-за осложнений диабета потерял ногу. Сейчас, к сожалению, из-за этого не может работать. Мы ему решили помочь, собрать средства для того, чтобы купить ему новый современный технологичный протез ноги. Семья Светланы Небритовой регулярно участвует в соревнованиях, в том числе благотворительных. В этот раз дистанцию пробежали и сын, и дочь. Им это нравится, они это понимают уже, что делаем доброе дело. Любим спортивный образ жизни, здоровый образ жизни. И дети очень любят кататься на лыжах. Все участники гонки на финише получили медали, а для победителей подготовили призы. Но главной наградой для гостей праздника стала возможность совершить доброе дело вместе. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События. Невыразительная игра, полупустые трибуны и туманные перспективы в чемпионате России. Самарские крылья советов уступили Ахмату из столицы Чеченской республики накануне вечером дома. За игрой с трибун наблюдал наш корреспондент Анатолий Головко. Зависли в шаге от зоны стыковых матчей. Третье поражение крыльев советов в чемпионате России к ряду не добавило оптимизма самарским болельщикам. Домашняя игра с грозненским Ахматом точно не стала украшением 20-го тура РПЛ. Соперники вяло катали мяч по полю в первом теме. Подопечные Игоря Осенькина имели единственную хорошую возможность открыть счет до перерыва. Писарский выдал удобную передачу на Коваленко. Александр вырвался один на один с Шелли, но голкипера гостей переиграть не сумел, промазав поворотом из выгодного положения. Через несколько минут полузащитник Волгского клуба выступил уже в качестве ассистента и отдал точный красивый пас на Бейла. Глен эффектным финтом убрал защитника, но поворотом не попал. В перерыве Сергей Ташуев смог подобрать нужные слова для своих футболистов. Игроки Ахмата сконцентрировались на старте второго тайма и сразу забили гол, который стал единственным и решил исход поединка. Экс-полузащитник хозяев поля Тимофеев пробил из-за пределов штрафной низом и застал врасплох молодого голкипера Волжан Ивана Ломаева. Крылья Советов пытались восстановить равновесие до финального свистка, но их усилия не увенчались успехом. Как итог, закономерные 0-1 на табло и уже 12-е место для Самары в турнирной таблице. В спину дышат Воронежский факел и Нижний Новгород. Перспективы вылета в ФНЛ в текущем сезоне становятся реальными. Игорь Осенькин сообщил журналистам, что его команда дала много сил в поединках за Кубок России. Я прекрасно понимаю, что часть сил, которых сегодня не хватило, внимания, концентрации, их не хватило, потому что у нас очень тяжелый был календарь. Защитник крыльев Советов Юрий Горшков отметил, что команда должна сплотиться и навязать сопернику жесткую и бескомпромиссную борьбу на каждом участке поля. Нужно делать выводы, разбираться. Такой результат неприемлем. Три поражения подряд. Следующий официальный матч в рамках чемпионата России крылья Советов проведут дома против Оренбурга. Игра состоится 2 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 15.00. Мы будем всесторонне освещать эту тему в наших социальных сетях. Внимательно следите за анонсами в группах телеканала «Самара ГИС». Анатолий Головко, Константин Головин. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В Самаре продолжается работа по пресечению незаконной торговли, сообщает телеграм-канал администрации промышленного района. Сотрудники отдела потребительского рынка услуг и защиты прав потребителей провели рейды по улице Старозагора 124А, Георгия Димитрова 117 и на пересечении Московского шоссе с улицей Нововокзальной. В итоге составили 9 протоколов об административном правонарушении. На территории городского округа Самара прием детей в первые классы осуществляется в два этапа. Первый этап с 31 марта по 30 июня. В этот период родители или законные представители имеют право подать заявление в школы по прописке, а также лицеи и гимназии, закрепленные за всем городом. Второй этап с 6 июля по 5 сентября. В этот период родители или законные представители имеют право подать заявление в любую школу Самары на свободные места, информирует в своем телеграм-канале Департамент образования города. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары приглашает жителей города пройти анкетирование на портале Госуслуг по теме «Выдача разрешений на совершение отдельных сделок по отчуждению имущества несовершеннолетних». Анкетирование проводится с целью повышения качества оказания данной государственной услуги. Анкета является анонимной, свое имя указывать не нужно. Администрация железнодорожного района Самары напоминает, что 20 марта в мире отмечают Международный день счастья. Праздник появился в 2012 году. Дата выбрана не случайно, в это время наступает весеннее равноденствие, когда день становится равен ночи по продолжительности. Таким образом, учредители праздника хотели подчеркнуть, что все люди планеты имеют равные права на счастье. На этом пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»